Дорогая Церковь, пришел декабрь месяц, пролетает 2020 год, и декабрь месяц, он в христианском мире, это торжественный месяц, это торжественное богослужение, когда мы вспоминаем рождение Сына Божия Иисуса Христа, Сына Человеческого Иисуса Христа. И вот об этом, порассуждая, я желаю поделиться местом Священного Писания, которое мне сразу легло на сердце, когда я получил поручение участвовать сегодня в Слове. Послание Галатам, 4 глава, 4 стиха. «Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление. А как вы сыны, то Бог послал в сердца ваши, Духа, Сына Своего, вопиющего Ава Отче. Поэтому ты уже не раб, но сын, а если сын, то и наследник Божий через Иисуса Христа». В этом послании апостол Павел обращается к народу израильскому, потомкам Авраама, Исаака, Иакова, Израиля. И говорит им, что Бог своей любви к народу своему, избрав его особо, дал им закон, который они, исполняя, были бы благословены Богом. И он провел их. И указывая на рождение Мессии, Иисус Христос, когда пришел на эту землю, он единственный, исполнил закон и стал жертвой за грех, чтобы искупить, купить, заплатить плату за подзаконных и дать ему усыновление. Но когда пришла полнота времени... Народ израильский ожидал Мессию, давно ожидал. Адам и Ева ожидали, когда придет Избавитель и паразит в голову змея. Почему так долго? Нет. Когда пришла полнота времени. А кто определяет? Бог определяет. Он ни у кого совета не спрашивает. Он восседает на кругом земли и решает. В его решении пришла полнота времени. Он об этом говорил через пророков, приготовил народ, но не все заметили. И тогда Бог послал Сына Своего. Инициатива послать Сына Своего, послать Искупителя, план спасения, он принадлежит Богу Отцу, Творцу всей Вселенной. Это Его идея, Его план, и Он совершенный. Другого плана не могло быть. Это единственный, единственный правильный, абсолютно правильный, истинный план спасения человека. И Он послал Сына Своего. Красивое слово Единородного. Когда мы говорим, Кевин и Кристина принесли Сына Своего, это первенец. Помните, о Марии сказано, «И родила она Сына Своего первенца». Есть семьи, у которых только один ребеночек, один сын. И они говорят, это наш единственный сын. Но вот это слово «единородный» мы никому не можем применить. Он единственный в своем роде. Сын у Бога единый. Но Он единственный в своем роде. Такого не было и никогда не будет. Он Бог, равный Отцу, предвечный, вечно сущий. И чудо, который родился от жены. Апостол Павел, когда пишет послание к Тимофею, он говорит, «И беспрекословно, великое благочестие тайна, Бог явился во плоти». Такого никогда не было. Такое разложить и понять трудно. Я благодарен Богу за слово, которое Он дает нам. И слово объясняет, как произошло. И для меня очень дорогие слова, знаете, записанные в послании к филиппийцам, 2 глава, 6 стиха. Здесь говорится о Господе нашем Иисусе Христе, о Сыне Божьем. Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным людям и по виду став, как человек, смирил себя, быв послушным до смерти и смерти крестной. Это тайна. Бог пришел на землю в образе человека. Бог на землю, ту, которую Он сотворил, пришел в образе человека, в образе того, которого Он сотворил. для меня очень дорого слово другое – воплощение. Он был всегда, и Он пришел на землю в образе человека, воплотился, приняв плоть, такую, как мы, Сын Человеческий. Это тайна, открытая нам в Священном Писании. Когда Он разговаривал с иудеями, и они говорили, что Отец наш Авраам, а Христос говорит, Авраам желал видеть день Мой, и увидел, и возрадовался. Они говорят, что ты говоришь, тебе и 50 лет нет, а наш Отец сотни лет тому назад живший. И Иисус сказал, истинно, истинно говорю вам, прежде ли, нежели был Авраам, я Есим. Его не могли понять, его не могли принять и поверить. Это первая проблема человека, который, видя Иисуса Христа, не принял Его как Бога, не принял Его. И Он, Иисус Христос, подчинился закону, тому закону, которым Он был сам, законоиздатель. Он дал этот закон, Бог человеку, чтобы Он исполнял, чтобы искупить подзакон их. 5 стих, чтобы искупить подзакон их, дабы нам получить усыновление. Мы помним из истории Священного Писания друга Божия Авраама, с которым Бог разговаривал, которым Бог сказал Слово, и он повиновался. Мы помним вождя народа израильского, Моисея, которым Бог повелел, и Он вывел многочисленное наследие Божие. Мы знаем прекрасного пророка Даниила, о котором Бог сказал, это муж по сердцу моему. Но никто из них никогда не сказал, я сын Божий. Никто из них не дерзнул. Я думаю, все они, подобно пророку прекрасному, Исаии, могли только взглянуть на небо и сказать такие слова. «Горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами, ибо глаза мои видели царя Господа Саваофа». Это реакция человека. Но с приходом Иисуса Христа, с Его воплощением, с Его приходом на эту землю, Его цель была Богом определенная, Христом Иисусом, Сыном Божиим, принятая, когда Он сказал, «Иду исполнить волю Твою Святую, Отче». Это искупление человечества. И за жизнь короткую, земную, все свершить успел. За 33 года Он исполнил план Отца Небесного и стал жертвой на кресте Голговском, заплатил цену за подзакон их, чтобы дать, братья и сестры, усыновление. Не только прощение, не только искупление, не только очищение греха, усыновление. Это великая радость, которую мы можем разделять, принадлежа Иисусу Христу. Понять и разложить эту тайну сложно, увидеть ее невозможно. Так же, как понять и разложить, и объяснить тройственность нашу, когда мы имеем тело наше, имеем душу, не видим, но то, что движет нами, имеем дух возрожденный. То, что не видим, но испытали в жизни своей, имеем общение с Богом, точно так же я в этом отрывке вижу три единого Бога. Бога Отца, Который владычествует над миром, покоряет Себе и управляет мудро, Который в плане создания, рождения Сыну Своему, Церкви, Он исполнил план спасения мира и Дух Святой. А как вы сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего, вопиющего Ава Отче. Он послал Духа Сына Своего, Который, обращаясь, называя из Бога Отец, Папа. Вы помните Господа Иисуса Христа, Который, подготавливаясь к голгофским страданиям, был в молитве в Гессимании, и Он обращался, говорит, Отче, Авва, если возможно, да минует Меня чаша сия, но, впрочем, не как Я хочу, как Ты. Вот оно, то нежное, то близкое слово Папа, Отец, Отче, Авва, Он дал право нам произносить по отношению к Богу Великому. Это великая тайна, сокрытая. И Слово Божие нам открывает еще одну великую тайну. Эта тайна сокрыта в отношениях Сына, Который умер, воскрес, вознесся и находится одесную Бога и владычествует, и священно действует, ходатайствует за детей своих, за наследников Царствия Божия. Он брак приготовил, который совершится на высоте. Он жених, церковь Его во всей вселенной – это дети Его, всех времен искупленные, которые уже ушли в вечность, но у Бога все живы. И мы, которые дождемся восхищения, это тайна Великая, но она открыта в Священном Писании и Дух Святой, Который нам объясняет. Дорогие братья и сестры, знаете, на прошлом месяце, когда у нас было вечернее собрание на английском языке, брат Виталий предложил для наших детей, оно было благословением, я думаю, для всех, для меня. Он показал нам солнечную нашу галактику. Он показал Землю, прекрасный наш земной шар и у него большая часть это водой покрыта, а Земля и на этой Земле живет порядка восьми миллиардов людей. А потом показал одну из планет, которую мы смотрим, о, это звезда, которая загорается, самая первая. Нет, это не звезда, это планета, она просто далеко. И когда он показал соразмерности, это планета, а тут Земля. А потом показал он солнышко, которое мы видим, высоко и так нежно светит. Это солнце, а там Земля, наша планета. Я так подумал, если бы я взял иголочку на экране и уколол, и в это отверстие провалилась бы не Стойкалыч, а вся Пенсильвания. А это не одна, их много галактик, и Бог настолько велик, во всем этом величии Он видит нашу церковь. Во всем величии Он видит тебя и меня. Он знает по имени тебя, Он знает даже, о чем ты мыслишь. И Он даже имеет в Его власти, когда тебе родиться, когда тебе покинуть землю. И в Его плане что ты оставишь на земле? Он Бог. помните один великий царь, когда посмотрел и говорит, не это ли величественный Вавилон, который я построил в могуществе своем? И Бог дал определение, и семь лет царь потерял разум и ел траву с валами, и когти у него выросли, и оброс весь, потерял человеческий облик. А потом, когда Господь милость овил, Он пришел с себя и говорит, ты единый. Если Бог видит царя, который ему не принадлежал, который не был среди народа его, а который возвеличился, дорогие братья и сестры, насколько ближе сердце Бога Отца, к которому мы обращаемся и говорим обо Отче. Он участвует в жизни моей, твоей. Он имеет план о тебе и обо мне. И Он в своем плане обращается и говорит, дитё заблудшее, прийди ко мне, я твой Создатель, я твой Искупитель, я хочу в твоем сердце родиться, Духом Святым возродить Дух для новой жизни, имя твоё записать в книгу жизни, и я приготовил для тебя город, обитель, вечность. Седьмой стих. Поэтому ты уже не раб, но сын. А если сын, то я наследник Божий через Иисуса Христа. Дорогие братья и сёстры, у Бога обителей много. Господь говорит, если бы даже не так было, я иду приготовлю место. Когда приготовлю, я приду и возьму вас, чтобы вы были там, где я. это наш Бог. Он велик. Он непостижим. Слово Его открывает. Какой Он? Слово Его открывает, что Его воля, она благая. Она в том, чтобы дать жизнь вечную. Помните, Иоанн Богослов в своём послании говорит, сей Иисус Христос есть истинный Бог и жизнь вечная. И Он эту жизнь даёт детям своим, которых возрождает Духом Святым. Хочешь принадлежать к Его семье, обратись к Нему. Это будет ещё одна тайна, тебе открытая и воплощённая. Бог возродит тебя для новой жизни. Это будет жизнь вечная со Христом. В эти дни, когда мы вспоминаем тайну воплощения рождения Иисуса Христа, Сына Человеческого на земле, это мой Спаситель. Можешь сказать, дорогой брат и сестра, это мой Спаситель, это мой Бог, Он возродил меня, Он живёт во мне, а я в Нём, я Ему принадлежу. Когда мы смотрим на этот мир, Псалом 8, 4 стиха. Когда взираю я на небеса твои, дело твоих перстов, на луну и звёзды, которые ты поставил, то что есть человек, что ты помнишь его, и Сын человеческий, что ты посещаешь его. Немного ты умолил его пред ангелами, славой и честью увенчал его, поставил его владыкою над делами рук твоих, всё положил под ноги его. 10 стих. Господи Боже наш, как величественно имя Твое по всей земле. Я думаю, в эти дни важно один гимн мы прекрасно поем. Велики чудны дела твои, Господи Боже Вседержитель, праведны истины пути твои, Царь Святый. Кто не убоится не прославить тебя, ибо ты един свят. Свят, свят, свят Господь Вседержитель. Все народы придут и поклонятся пред Твою, ибо ты един свят. Аминь. Поклонимся и прославим Господу нас. Поклонимся Господи Господи